Всем привет, бандиты и вольные сталкеры, с вами как обычно я, сталкер-банерщик. Мой персонаж Флюгий Генхаймен продолжает выживать в сталкере онлайне. Это СПБ сервера, я нахожусь на базе бандитов, только пришел с Тунгуски, весь хабар, который мы настреляли на Везе, ну не весь, я шкуры не могу тащить, там 30 кабанячих шкур, там перегруз нереальный, в общем я взял шкуры собаки, сало, ноги, вот шкуру волка по дороге добыл. Хочу на гурман все это отнести другому сталкеру, который меня готовит. И прокачал наконец-то по правильному. В предыдущий раз я когда прокачал, забыл вот этот перк прокачать. Я что-то думал, что он относится к обыску, к обыску не относится он. Это шанс добыть частей при разделке животных на 10%. Теперь у меня по правильному все прокачано, вот эти все перки, я даже ножик прокачал, потому что он быстро точится. И сразу вышел, первого кабанчика убил, как видите ухо добыл, с первого кабана. Я хотел быстренько сбегать на гурман, скинуть хабар и двинуть на караван или в черный лес, ну там по ситуации. Но что-то я пока передумал. Думаю побегаю по окрестностям, посмотрю, что как будет сыпать. Правда теперь я готовку не прокачал вообще, эту ветку. Эту тоже, эту тоже полностью не прокачал. Тут максимум вес, бег, чтобы не выпадало. Даже вот этот камень не стал прокачивать бросок. Ну и тут вот только грузоподъемность прокачал. Вот на что мне хватило 100 очков. Надеюсь, когда я буду прокачивать вот эти ветки, у меня уже что-то побольше будет. Но в любом случае, да, то есть только убил кабана, вот сейчас вот, прям. Добыл уходу, ё-моё. А тут кабанов-то куча, вон они, вон они ходят. Я вот решил немножко побегать и пострелять кабанчиков. Тем более я взял сайгу. Калаш я отправил к другому сталкеру. Который бегает по окрестностям, он на разных мутантов стреляет. Два калаша у него будет, 104 и АКМС. А тут я взял сайга. Сайга все-таки вещь, я что-то как-то... Побегал опять вот с калашом, побегал с сайгой какое-то время. Один калаш есть, хватит. Все-таки лучше сайга. Ну вот если ты будешь охотником, да? А я планирую. А как пойдем? Я думаю, мы вот так сейчас обойдем. Тут сходим сюда, сходим, ведунов посетим. Ну и кабанов постреляем. А, вон они бегают. Посмотрим. То есть двух кабанов мы убили, а выпало ухо. Ухо это хорошо, что за пеньки квест войны. О, стоп. Это же сайга. Рано или поздно. Тут все закончится. Разделка, в принципе, более-менее, конечно, шустрая. Сравниваю с другим сталкером, который у меня тоже выживает. У него разделка, конечно, поменьше. Но не такая, как хотелось бы, конечно. Так, нам главное, чтобы перегруза не было. 102 и 100. Но если что, антиграф на пояс повесим. Хотя, по идее, лучше, конечно, отнести весь хабар. А потом уже кабанчиков стрелять. Но мы все равно по дороге идем, правильно? А тут кабанов... Много? Че бы их не пострелять? Ну, логично. Интересно. Просто это повезло или... Реально время от времени будет сыпать. Сейчас примерно прикинем, сколько мы кабанчиков убьем, чтобы выпал... Еще каком-нибудь редкий хабар. Но там что? Уши или сердце? Копыта. А копыта у них были? Или копыта у других? Нет, копыта это не в этом мире, кажется, да? Так, там закошмарили. Хотя, с другой стороны, ближе к гурману, там тоже этих кабанов будет. Настреляем. Ну, нам в любом случае на гурман. Я хочу туда-обратно сбегать. Так, а на базу? Да, на базу в любом случае надо зайти. По всем базам мы не пробежимся. Ну, хотя бы туда-сюда. Пока день. А то мы вечно куда-то в ночь в ходку идем и смотрим, день дома. Надо сгонять. Почему бы и нет? Ага, пшеница. Вот из пшеницы я еще что-то ничего не готовил. О! Стоять! Куда побежали? И одни ноги и стенки торчат. Это какой? Пятый, шестой будет кабан? Ну, где-то примерно. Плюс-минус мы примерно прикинем. Не будем прям уж точно высчитывать. Это же все-таки как повезет. Ножик у нас прям заточенный. Сейчас я с собой даже камень взял. О! Перегруз. А что ты хотел? Мясо будем скидывать. А все остальное будем брать. Клыки, ноги. Все это нам нужно. Но в любом случае, скорее всего, надо вешать антиграф на пояс. Тут уже без него никак. Где он? Я то сниму, то одену, то сниму, то одену. Но я не думал, что прям сразу выпадет. Я что-то как-то думаю, о, е-мое. Но вот один раз выпало и больше пока не падает. Но понятное дело, все-таки уровень только-только начал приближаться к какому-то удобоваримому. Но этого мало еще. Нужно дальше качать. А дальше пока не скоро. Пока будем на этом уровне бегать. Но все равно сотка... Сотка вообще мало. Ну, 101-й, ладно, у меня уровень. Но все равно это маловато. Тут, чтобы комфортно выживать, вот как мы раньше привыкли, да, те сталкеры, которые давно уже выживают. Что у них все есть. Это где-то 150-й уровень надо. То есть, по факту, да. О, блин. Беги. Сейчас заклюют. То есть, по факту, да. То есть, то, что у нас было, у нас как бы забрали, обрезали и сказали, качайтесь снова. И в итоге вы придете к тому, что у вас было. Как-то так. То есть, не добавили чего-то нового, а просто забрали то, что было, и при прокачке, при максимальной, ты вернешься к тому, что было. Что-то новое у тебя не будет. Вернемся к старому. Поэтому, конечно, мы же сравниваем, как было и как сейчас. Если новичок приходит в зону, он-то не знает, как было раньше. Он думает, ну так это и должно быть. Но комфортно, чтобы играть и там, и там. 150 действительно. Ну, ладно, хотя бы сотка. Ну, вот сейчас я на сотке, в принципе, мне хватает. А вот повара не могу прокачать. Ремонтника тоже. Так, ну что-то как-то это, одно ухо выпало и все, что ли? Ну сколько уже? 7 кабанов точно убили. 7-8. А с другой стороны, хотя бы что-то уже начало падать. То есть, уже можно копить. Я эти части не собираюсь продавать, хочу наготовку впускать. Так, как пойдем? Можно через деревню белых? Эх, забыл забежать, но возвращаться не будем. А можно напрямки? Через деревню белых, там точку сохранения возьмем, посмотрим, может, что новое появилось. Квест, кстати, можно взять, выполнить. Да-да-да, я же его отменил. Пойдем, наверное, по дороге. Вот этот, который надо окропить кровью. Фрукты и овощи, чтобы лучше росли. А другой сталкер у меня с первого раза выполнил. А этот, скорее всего, забаговался. Я еще в исполнении выносливости прокачал, чтобы она быстро восполнялась там, но это тоже есть первый. Думаю, получше будет бегать. Я уже забыл, как с сайбой. А, надо в бок. Бочину. Ну да, и по дороге тут как раз с кабанов и постреляем. Молоденьких, но у меня ноги взрослых есть. Нам нужно еще про запас ноги молодых нафигачить. Ну, глядишь, пару сердец все-таки добудем. Поруши. О, ухо! Ну вот, примерно сколько. Примерно 8 кабанов мы убили. Второе ухо. Ну не, ну нормально. Когда по максимуму будем охотниками, тогда будет прям с каждого мутанта насыпать. Ну вот, когда как. То есть, раз, нормально насыпало, раз, кусочек мяса. Вот. А с ушей тяжеловес прям отличный получается. Сердце, ухо и, конечно, колено Борова. Ну, мы за ними сходим еще на караван. Ну, я думаю, можно вместо колена Борова добавить. А можно, в принципе, ничего не добавлять. Колено Борова, так же самое. Нога, кабана. Они же добавляют сытность. А сытность в этом деле нафиг не нужна. Тут, чем меньше блюда, ну, чем оно менее сытнее, тем лучше. Значит, ты можешь чаще его кушать. Так что, в принципе, сердце и это как у нас. и ухо. Вот, смотрите. Не, два кабана, два уха. То есть, рандомно, скорее всего. Ухо кабана дает два стака, а сердце кабана дает четыре. То есть, в принципе, ухо и сердце, оно не такое сытное. То есть, еды получится минимум, а стаков будет шесть. Уже хорошо. Ну, и можно туда что-нибудь для восполнения здоровья добавить. Ну, чтобы отрицательных эффектов не было. Но можно, конечно, и ногу кабана засунуть. Будет тогда семь. А если, конечно, ядовитое не получится. Нога кабана дает единичку. Ну, и, скорее всего, ногу лучше молодого кабана пихать. Оно менее сытное будет. Ну, что, три уха добыли, пока только вышли с выселок. Это хорошо. Часть, конечно, хабарабы сдать поставщику. Мне надо там рецепт купить бинта охотника и магазины на Сайгу. Я не помню, они продаются. Не, вроде магазины остались. там всякие дробовики убрали, а вот магазины, кажется, там остались. Или это дабновый я брал. Надо посмотреть. Я как-то же был на поставщике, посмотрел весь ассортимент. Вау. Жестко. Мы будем прыгать. Продеваться. Мы вылезем отсюда. Везде аномалии. Надо было бы идти, конечно. впервые. Вот он было бы НаСause, я не знаю, ведь они так так это куда дорога не нам нам надо вон туда белых надо еще картошки прикупить для готовки морковки но это жареные грибы также просто не купишь у них там обмен идет давай 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 я знаю ты сможешь да такие аномалии на окрестностях уносить пойдем возьмем точку сохранения потом уже посмотрим так все мы на месте ничего тут не изменилось что у них тут изменится нужны твои услуги так 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 покажи товар светлый путь 2 500 так котелков мне надо прикупить stalker у которых готовят ох ты 800 на другой стороны чего у них еще покупать то есть на продажу одежда нафиг не нужно ну да котелки я накупил маленьких котелков у бандитов у мокруха там тоже у меня репутация была но вот эти очки торговлю я все потратила там больше покупать ничего а тут большие котелки большие на продажу ну и для себя а маленькие для того чтобы прокачаться что это значит похоже на предбывай так дашь мне задание насчет этого кабана здорово что за место кто тут главное как поговорить я уж хочу с ним как доказать сделать понять ни с чем стоит я пройду блин вот я говорю я пройду он будет нет нифига не готов вали отсюда в общем не хочет с наставником а у кого же я квест на этот брал ветеринара что грядки сдобрить кровью кабанчиков насчет работы а вот ладно убил кого на попробуем может быть получится нужны твои услуги так продаж свои лекарства гепарин надо посмотреть эти рецепты мы же купили себе или не купили да эти рецепты у нас куплены поэтому тут больше денег тратить не на что берем на все деньги котелки но не на все деньги на все на все очки торговли на доске то не дороговато они по 800 мы много не купим 3 ах ты чуть-чуть не хватает смотрите о чем тебе продать за очки торговли ты чё берешь ладно потом еще один ну пойдем кабанчика за кошмарим если конечно повезет наверно все таки бак был в предыдущий раз с этим квестом поэтому не срослось а вот за этот квест может быть нам дадут как раз очки торговли да а других заданий то особо нету тут когда не доделал известно теперь я знаю что он срабатывает на этих грядках все нормально осталось кабанов найти ого кабан кабан давай иди ко мне так стоп вот они грядки там заблудился давай давай я тут поход заблудился сейчас вы чует меня прибежим а вот а вот еще один кабан ну-ка давай сразу двоих так но мы подбежали куда-то примерно суда вот вот смотрите сработал с первого раза значит это баг был на было его просто отменить этот квест и взять снова а я с ним так и бегал все пытался выполнить у многих такое было я имею ввиду квестов так что все нормально что нам тут дали пока ничего нам нужно его сдать 23 часа а пойдем сдадим и топаем на гурман нам же хабар мы хабар тащим ё-моё ты не забывай про эту тему пойдем как раз через кабане места восполнение выносливость прокачал вот этот перк у меня он до этого не был прокачан где он вот он увеличим максимальной выносливости четвертый уровень вот эти не прокачал вот был еще вот этот скорости регенерации выносливости то есть до сюда я не прокачал и начал ручить пошустрее бегать вроде как так ладно сейчас дадим насчет работы оплата чё нам дали у макруха изменилась но там 3800 неважно до 3 отпустится и больше опускаться не будет там же как до 3000 можно всем поднять а потом уже или в плюс или в минус хватит нам очков торговли вообще дали нам очки торговли не не дали они не дали походу у меня одного очка торговли не хватать чё будем продать какие товары интересует колбаски масленку нужна оружейная большая колбаска значит колбасы у меня нету но на складе валяется колбаса но можно просто следующий раз прибежать сделать квест и куплю себе еще один котелу когда тут буду не к спеху все валим на гурман нам же нужно хабар датащить все таки несем сало шкуры собаки но это для квестов хотел посылкой отправить но там 400000 это все примерно я чё так подумал да ну нафиг все равно мне сюда бежать артефакт он на поиск повесил и погнал блин ну а тут по дороге час кабанов если нам повезет мы прям дофига встретим мы пойдем где-то вот так вот вот по этой местности я не заметил мы взяли там что-то нет мы посмотрим сколько ушей на стреляем сердца бы еще добыть но сердце я так понимаю все-таки уровень посложнее на не так часто будут парать но уж и прикольно я вспоминаю как в сезонку гоняли я там тоже охотником был ох ты перегруз ладно дойдем как нибудь там и уши чего там только не было но копыта там еще копытая помню были а тут копыта есть нет так перегруз 117 118 еды то у меня нету но я скину мясо мясо то нам не нужно особо чего-чего а мясо-то полно и патрону понемножку-то будет тратиться на путь на путь как насквозь пробежишь а перепрыгнул смотрите не насквозь редко по даме свое сердце перегруз в общем мы прям на пределе ходим до упадем с перегрузом а чё куда деваться не выкидывать же можно немножко патронов помнить так мало их всего лишь там 5 грамм до 5 грамм давай вот так выкинь мелочь и все хороших кабанов стреляет нам же обратно еще идти ну я планирую да ну и на обратном пути можно будет через кабане места пройти как раз пострелять и там у мокрухи да и скинем весь хабар а в следующий раз когда пойдем заберем его нам же еще шкуры тащить до шкуры можно конечно пару разиков сбегать и заодно на кабанов поохотится как вариант только пойдем по другой стороне помимо нас конечно то хочется сталкера на кабанов и очень активно красивый король будет что-нибудь у хвостяра то какой кстати муж хвост хороший выпадет на готовку его о о с большой крысы этаж как раз у нас снимает эту фигню интоксикацию на 2 хоз гигантской крысы на четыре снимает а это большой да а где гигантскую взять гигантская наверное это белая крыса на новой земле но я так думаю где еще есть большие крысы да скорее всего они будет на новую землю сбегать за крысами хвостов напилить мы не успеваешь туда и сюда бы а вот и кабаны пожалуй о сколько вас вы принесли мне свои сердца ну давай чет сердцов нету да и уж и чё стали малую подать три штуки на фигачил а где остальные так что у нас там с ножиком 94 процента вот он конечно быстро тупится чуть-чуть побегали кабанов порезали 94 процента я с собой таскаю точильный камень и теперь я могу ножик заточить это необходимость пришлось одно очко пожертвовать но полученного достижения моя первая за . кстати да первый раз заточил все хорошо сейчас все скинем и тогда уже можно будет на кабанчиков поохотиться так аномали не стоит сбывать но бегаю прям шустро в отличие от генхаймена который меня пока еще не особо хорошо бегает но ему я в принципе не нужно этот носится как ошпаренный но все познается сравнение если допустим сейчас вернуть старого stalker который был вот до глобального объявления обновление то он будет намного быстрее бегать и намного поворотливый будет чем это а если еще еще старого stalker вернуть тот как угорелый вообще носился каждым разом мы начинаем все медленно деградируем медленнее медленно начинаем бегать ладно мы на гурмане дом дом милый дом давно мне не было с посылки получим в принципе до посылки получены хабар скинем отправим кому нужно и пойдем дальше за ушами и сердцами ема куда мне столько магазинов надо их куда-нибудь пристроить что так это нажал отлично котел киски так о чем тут не заряжена у меня ох не заряжены а тут что у нас что у нас тут вообще есть антиграф эпсилон 22 часа это свежачок антиграф дельта 21 час свежачок экран эпсилон вообще новый человек лежит антиграф гамма 22 часа экран эпсилон 23 часа так а мой на поясе я думаю где моем контейнер мы возьмем с собой заправим если что потом вот этот пустой так ладно два котелка давай посылки кинха именно на гурман котелки ножи о чем идут ножи делать давай ему тоже отправим он затачивать и не может но пока в общем ему отправим этот может у него может быть так котелки ему отправим перегруз ему нужно тиграф эпсилон до нужно он бывает вообще с перегрузом бегает так может быть ему еще дельта дать не дельта мы возьмем с собой можно караван пойдем ну да так еду кто-то просил в деревне белых кстати давайте им еды отнесем но это мы потом заберем бинты так что ему уши отправить пусть готовит хвост ноги 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 такие сало но пусть два часа тут рядом так кухня гурмана колдовщик а то предыдущий раз ошибся на тунгу отправил вроде больше ему ничего не нужно бинтов если ему только отправить да не обойдется это у него тоже есть колбаса за очки торговли да нет да не больше ничего мне нужно так а мы заберем с собой колбасу я ее купил просто а куда еще вот бандиты говорят колбасу принимают он по крайней мере говорил а это помощь добрым людям это по квесту вот эту колбасу попробуем сдать или белым или бандитам посмотрим сколько они дают за эту колбаску а это по квесту помощь добрым людям так тонизирующую кашу заберем от лучевой укрепляющий по дороге поедим заживляющий бинты с травами давай еще нас там пару аптек возьмем брусника брусника так энергетик возьмем энергетик ландовая возьмем энергетик и вот возьмем бруснику целую дают 10 на 12 мало и пригодится шкура по квесту ну принципе все так теперь посылки это мои же посылки о колбаса забираем это кровь кстати кровь верлет а кто же принимал я где-то где-то кто-то спрашивал эту кровь кто я не помню я прислал сюда чтобы отправить не белый случайно может быть или кто-то еще спрашивал в общем за очки торговли я хотел притащить посмотреть не помню уже так добрый дядя ко мне прислал о смотри сколько прислал всякой сильней ткани еды бинтов сердца спасибо тебе давно еще прислал но я тут пришел на гурма вот еще от него посылка 50 шкур о спасибо я тут уже настрелял но лишний не будет по квесту отлично и анимак не прислал жир жир и сало попробуй все вместе приготовить да я знаю будет это защита от холода спасибо вам stalker приготовим обязательно но готовить буду не я готовить будет у нас другой stalker я не умею ему и шкуру то надо отправить а сколько там хотя здесь то недорого с кладовщика на кладовщика и этим отправить и это ему тоже отправить и клыки тоже он же у нас этим занимается пусть забирает и шишки тоже и древесину мне она нафиг не нужна и мясо ему туда ткань и трубки и вазелин и один антират так а этот себе возьмем я вроде да вроде эти белые просили яд или кто-то еще блин я вот не помню ладно мы возьмем одну штучку до белых добежим проверим мы все равно часто сторону так мы вроде все да бинт охотника с травами возьмем ну и нормальную еду тушенку скинем все погнали обратно поохотимся на кабанов и заодно забежим посмотрим то вроде он не просил может быть кто-то и другой сколько шкур 1009 тысяч все это волка чё она дешевле чем а шкур этого странно странно ладно потом лучше накопим на большой котелок так это у нас что будет давай этот арагул чего я патрон еще ж надо купить точно о мне из кс адаптер доступен но покупать мы уже не будем там что я сталкер отправил а кмс так что у нас там с патронами патроны я вообще выложил так как у меня перегруз был сейчас у меня нормально 102 килограмма 54 берем картечина штука ну ну 400 отлично ну и на калаш я думаю штук 500 хватит этого да хватит ремонтироваться не надо мы только недавно ремонтировались так ничего не забыл да вроде все а вот бинты охотника чуть-чуть не забыл 8 стерильной ткани а я все отправил блин а я все от ты блин злодей забыл ну тебе же нужно было это как раз стерильная ткань она вся у другого сталкер а разобрать мы не сможем а хотя нет нет мы же не прокачаны мы не разберем а нет разберем слушай сейчас мы добудем стерильной ткани да шанс конечно маленький выпадение но мы купим сейчас аптечек и попробуем из них добыть ляшку еще одну возьмем приму в дар специи то посылкой отправлять долго я думаю стерильная ткань то выпадет так эти все у нас куплены давай попробуем все равно в белом забегать в общем вообще ничего не выпадает нужна прокачка я думал хотя бы о не смотри выпало разобрал дофига аптечек фельдшера не выпало ничего но вот сейчас только что сказал типа не выпадает и выпало но скорее все не не повезет ладно белые обломаются в следующий раз заскочу возьму в баночка нож по все-таки выпадает что-то привык к одному как бы то что у одного stalker и там одни обязанности у другого другие а сейчас все поменялось и вот эти вещи туда-сюда пересылаешь путаешься куда что зачем почему и вот такая получается ерунда давай-ка мы возьмем еще и одну кровь медведя посмотрим вдруг разные очки торговли дают прикинем что да как да почему вот все теперь точно погнали к белым заскочим по дороге конечно кабанов там постреляем а потом уже пойдем по выселкам побегаем тоже кабанов фигачим и вернемся наверное на тунгу я сюда чисто бегал за этим за дробовиком но не пойдешь на караван без дробовика там на калаш патрону столько надо на этих боров дробовик у меня у бандитов у мокрухи лежал там и пулемет же у меня перевалочная точка там примерно такая возвращаемся обратно а там посмотрим может быть даже и поэтому можно побегать он кабаны стоят а вот медведь лови а вот у этого сталкера как раз есть квест на голову и моряка бурый медведь у меня был рыжий и бурый но рыжий я добыл на везувий отменил потому что 5 килограмм это башка передать ее никак никуда сейчас главное чтобы башка не выпало баллина выпала квестовая башка и шкура да ее мое ну чё возвращаться придется но конечно но сейчас чуть-чуть и будет перегруз как мы по фарме придется возвращаться возвращаться конечно зоне плохая предмета но мы вернемся да и моряка добежать если а потом так пойти кабанов поставить это к белым не заскочим но за только вы сдадим ну давай это второй раз меня тоже как-то не дело а кабанов стрелять без разницы как да где что там что там плюс шкуру я добыл шкура это хорошо шкура мне нужна другому stalker по квесту ого-го-го смотрите сколько их там раз два три четыре идите к папочке да ё-моё как бы вас в одном месте всех собрать пришли стоять не убегаем никуда так блин сейчас подожди тебя за кошмарим о нормуль раз два три четыре пять шесть удачно и так зашел посмотрим уши будут нет три уху конечно маловато пока мы бежали но это молодые кабаны может быть со взрослых будет лучше падать а сборов о шкур опять ну вот видите перегруз то есть да с головой конечно особо не похож 5 кило и на склад не скинуть твои вещи должны скидываться тебе на склад неважно квестовый предмет не квестовый да выпасть он не может да продать передать ты не можешь на доску для этого как бы сделали с этим бороли чтобы типа не фармили на медведях ну фиг с ним но хорошо голова то квестовая твоя твой квест но почему нельзя положить его кладовщику также как вот новогодние конфеты не продать не передать ничего но на кладовщика ты выложил побежал дальше так и квестовые вещи должны быть а то или делайте вес чтобы был нормальный там 0 килограмм как у многих вещей квестовых которые не выпадают красные или чтобы можно было на склад положить на свой и все никаких проблем пусть даже пересылать нельзя ее но положил на склад и все побежал дальше квест как бы у тебя никуда не делся потом забрал когда нужно пришел сдал квест тогда вообще никаких вопросов не будет а то блин сделай квесты голову и бегай с ней как дурачок блин так Продолжение следует... От крае хранилища... Так, ну нормально, сходили. Небольшая такая вылазка. А может быть можно уже голову положить на склад? Да мне фигушки. Три шкуры, зато добро. Так, ну что. Мы отправим сразу. Отправим так. Люди с болот, да? Все верно. Отправим ему шкуру. Да и кабане шкуру давай я вам туда так же отправим. Пусть квест пройдет. Так, раз мы к белым забегать не будем, кровь в следующий раз проверим. Когда ткань у нас будет, как раз забегаем. Вроде я как раз кровь переслал, и куда ее еще сдавать? Ну, для крафта, конечно, она вроде где-то как-то нужна. Ну, я часть оставил. Не все, конечно, переслал. А вот часть переслал, где-то видел, что за очки торговли берут. Ну, скорее всего, у белых. Поэтому я отправил на гурмана. Где еще могут их за очки торговли брать? Ветеринар у белых. Ну, скорее всего, да, самое то. Так, нам куда? Вот сюда вот. Так, подожди, а может на психу заскочить, а потом туда? А давай. Вау, как меня шиндарахнуло. Мы все равно бежим. На психу, потом туда. А там разберемся. Кабаны есть везде. Хотя бы еще пару сердец бы добыть. Ну, хорошо, мне сталкер прислал. Для теста мне пойдет. Опять же, такие вещи есть шанс приготовить ядовитые. Ну, может быть, оставлю на потом. Или когда их много будет. А пока буду качать повара пятого уровня. Посмотрим. Поглядим. Это нудно. Это как бы недолго, по большому счету, кидать там одну ягодку. Вон у меня там черники. 300 штук. 200 можно пожертвовать на готовку. По одной ягодке кидать. Но это нудно. Сидишь, кидаешь, она готовится. Ну и плюс, конечно, не стоит забывать котелки. Я, конечно, много котелков купил. Штук 10 у меня есть. Они выдерживают 40 готовок. Это 400. Получается. 400 только. Ну, где-то 100 уже готово. Может быть, чуть больше 100. Где-то 200-300. В общем, еще примерно столько же котелков надо купить. А это очки торговли. Ну, если что, у белых купим. Да, если у белых пробирки принимаются за очки торговли, мы сдадим, купим там котелки. О, сердце! Ну вот, наконец-то, сердце добыли. В общем, мое сердце реже, конечно, добывается, но все-таки падает понемножку. Нормуль. Надо на более жирных кабанов поохотиться. Лучше, конечно, борвы. Ну, мы в скором времени пойдем сейчас вот эту ходку, наверное, здесь потусуем. Посмотрим, что с местных кабанов валится. А потом на караван. Там мне нужны артефакты. Любые все подряд. У меня там сколько? 8 контейнеров. Заправил я примерно, да? Ну, кроме альфа-группы. Бэшки, гаммы. Любые. Будем ученым таскать. За очки торговли. На окрестностях. Там рецепты купить надо. Ну и... За денежку. За очки торговли и за денежку. Какие-то по квестам пойдут. Какие-то так. Плюс, конечно, там этих кабанов. Каких хочешь. Взрослые кабаны. Боровы средние. Боровы большие. Посмотрим, что с них будет падать. Ну и далеко там ходить особо не надо. А вот можно даже не дальше, чем... Когда мы пришли-то, е-мое. Не с той стороны зашли. Не дальше, чем диаген. Вот так по кругу ходить. Там этих кабанов за глаза хватит. Та-га. Та-га. Пойдем сходим, посмотрим, что тут у нас. Я знаю, что там. Ах ты. Нейтрон, знакомый ник. А, этот Вариус. Тут же этот у нас. Давай, быстрее. Ах, не успел. Сердце кабана потерял. Ах ты, злодей. Он только начал меня обыскивать, но я успел на Респ спрыгнуть. Там подземелье и бляки вроде водятся. Сердце кабана. Ох. Ё-моё. Палатку сперли. Фух, палатку вернули. Доктора сперли. Доктора убежали. Сталкер мне вопрос задает. По прокачку оружия вопрос. Оружейник не модифицирует, если нет сперках Мастера 5 уровня. В чем смысл тогда? Да фиг его знает. Я с этой фигней не знаю. Это не ко мне. Вот насчет готовки. Через месяц ко мне подойдите, я вам все расскажу. Потому что я как раз этим увлекся. А Мастер. Через Мастер я и не ремал даже на ОБТ. Я полностью прокачку прокачал. Там же не было этих ачивок. Тупых, да? Вот. И сам ремал на верстаке 4 уровня. Поэтому насчет Мастера я не знаю. Он же там бабло доберет немерено. И у него шанс меньше. О, кабаны. А че не лутанные? Приманка была. Кабаны не лутанные. А тут не захват у нас случайно идет? Или там бляков теперь фармят? Или я просто так попался. Сердце потерял. Ну да ладно. Главное то, что они выпадают эти сердца. Редко, но выпадают. И это хорошо. На фармингу еще. Ну, блин, у меня перегруз опять. Ну что, мы 3 шкуры уже добыли. Но это беспредел. Только вышел уже 3 шкуры. Кто там говорил, что они плохо падают? Так, пойдем тогда сразу к этому. К имарьку. Мы сдадим голову. Ну, голова же все-таки еще весит. А на обратном пути, когда пойдем, тогда заскочим полукругом. Если умрем, от имарька тогда пойдем. Там ближе. Чем с гурмана каждый раз бегать. Только вот шкур я не скинул. Но их также можно на имарьке скинуть. Без разницы, в принципе. Там же квест рядом. Ну, на болото таскать. Раньше, конечно, удобнее было. Все на имарька скидывал. И там болото рядом. А сейчас все-таки болото рядом, но немножко не с той стороны. Но зато в какие-то другие точки удобно с имарька ходить. Сейчас как-то равномерно распределили базы, чтобы примерно одинаковое расстояние между ними. А то раньше вот были две ряда. И пустое место без ничего. Не знаю. Хорошо это или нет, но это наша реальность. О, чуть вон омаль не прыгал. Поэтому как-то так. Но к имарьку, когда будем подбегать, тоже надо быть аккуратным. Ну, пойдем, конечно, понял, тут где кабанчики водятся. Ну, к имарька тоже постреливают. Тем более с перегрузом. Видите, идешь по-любому стрельнут. Хабар, тащишь. Да, Хабар, голову эту, блин. Бедовую. Опа. Идите к папочке. Слишком далеко. Не хотят к папочке идти. А третий где? А, вон он бежит. Ну, давай, я пока твоего собрата разделаю. А ты беги. Разделка-то у нас теперь пошустрее. Успеем. Привет, я вижу, что ты пришел. Ну, да, вот так пройдемся как раз. Стреляем. Все равно перегруз уже. Че париться? Пусто. Ну, и ладно. Двинули. Эх, рагу не хватает. Но я все посылками отправил. Я что-то не думал, что я сюда попросил. Так бы отправил посылками. На Серегу. На Серегу. По привычке Серега. На гурмана. А я отправил сразу туда. О, мята. На Тунгуску. Ну, пока мы вернемся на Тунгуску. Посылки как раз придут. Тяжеловесы, которые мы наготовили. Прям такие нормальные. Плюсы еще всякие. Уши у меня, правда, не было. Но следующие тяжеловесы будут уже с ушами. С ушами. Тяжеловесы с ушами. Ну, рагу, понятное дело. С ушами будут. И будет больше грузоподъемность давать. О, максимальная 32, конечно. Это вообще классно. Тем более в нынешних реалиях. Скушал и побежал. Ну да, конечно, она понемножку там падает, падает. Но приготовь побольше, съешь еще раз. О, первый выстрел. Звук не прошел. Я сначала чисто для себя наготовлю. Ну, бегать-то буду. Потом, если будет излишек, буду продавать. Главное научиться готовить без яда. С ядом не все купят. Допустим, этот сталкер у меня с ядом не сможет съесть. У меня эта ветка не прокачана. Ну, вот. Это, чтобы прокачать ее, нужно одну очко. И вот сюда еще одну. То есть два. А тут... Все на вес золота. Два можно что-то другое прокачать. Поэтому яд не так уж и часто будут качать. Соответственно, еда чуть не заблудился. Еда должна быть вообще не ядовитой. Тогда она будет пользоваться спросом на доске. Это надо... Сначала прокачаться. То есть высокоуровневую еду смысл готовить нету сейчас. Будет ядовитой сейчас. А вот какую-нибудь там где-то на 4 стака, на 5 стаков. Вот эту можно. И тогда будет она получаться не ядовитая. По крайней мере, у меня. Там ингредиенты чуть-чуть, конечно, попроще. Соответственно, меньше шанс получить ядовитую еду. Их уже можно будет юзать. Жду не дождусь, когда они сделают с водой. Но, наверное, в ближайшее будущее можно этого не ждать. Чтобы не только воду готовить, но всякие чаи, настойки, чтобы пить. Тоже какой-то эффект был. И да, это хорошо, но не стоит останавливаться. Но, учитывая, как наш мир развивается. Одно делается, на второй забивается. Что-то начинается делаться, потом на полдела бросается. До воды они, скорее всего, не дойдут. Так и будем. Воду из бутылок пить или из фляжек. Даже обычного чая не сможем. Сталкер научился готовить, но какой-то чай заварить из травы. Из того же самого шиповника. Банально, шиповник. Кипятком залить, вот тебе и хороший напиток. Заживляющий. Нет, это мы не можем. Мы настолько коллеги. Ну да, это, в принципе, соответствует этому лору. То есть ты суперремотник, все умеешь, можешь. Но шанс у тебя какого-то крафта 20%. А 80% куда делись? Так и тут. Готовить ты можешь там любые блюда. Грубо говоря. Кулинар пятого уровня. А чай приготовить не в состоянии даже воду скипятить. Хотя нет. Воду скипятить на костре мы можем. То есть вот такой наполовину криворукий сталкер. Что-то может, а что-то нет. И вот весь мир у нас тут такой. Наполовину криворукий. Что-то сделан, а что-то не сделан. И вот мы такие тут криворукие, кривоногие бегаем. Не, ну некоторые сталкеры, конечно, покупают запрещенное что-то себе. И они уже не такие криворукие становятся. По крайней мере, зоркость у них увеличивается уж точно. Ладно, давай. Ну что тут у нас? Чуть-чуть осталось. Какими-то окольными путями идем. Кабан мертвый. Мертвый кабан, незалутанный. Все за беспредел. Поблизи нет никого. Скажет, чужой хабар ворую. ПК-шник мимо пробегал. Убил. Ну да, с другой стороны, с какого-нибудь там боец пробегал. У него это не вкачано. Ему нафиг это. Охота не нужна. Он убил кабана и побежал дальше. Действительно. Если раньше, что в максимальной там уровень у сталкера он мог и утать, и воевать, и фармить. Ну, в общем, все. А сейчас нет. Поэтому часто встречаются такие мутанты убитые, но не зовут одной. Отличник. Через букву нолик. Блин. Чехол. Если я хочу другому сталкеру чехол купить. У меня был раньше чехол на каску. Это каска СШ. Вот. Но я его продал. Сейчас вот, как видите, с 6Б7 бегаю прям. Вставляет. А на доске нету. Хочу себе купить, чтобы он не зеленый бегал, а покрасить. Хотя его даже красить не надо. Чехол на каску СШ. Он прям подходит. Идеально цвет под ОЗК и под некрашенный 6Б5. Прям, можно сказать, сет такой зеленоватого цвета. Блин. Может быть сейчас кто продает? Нифига не продает. Деньги-то есть. Если найду, куплю. 6Б7 ему, конечно... Да, их тут просто нету. Забрало 13. Эти по 25, по 22. Нет, в общем-то. Так бы я купил. Марьева. Я недавно купил на доске тухлая Марьева, чтобы получить ачивку. Где она? Сейчас мы ее найдем. Вот. Называется невнимательный покупатель. Купить на доске протухший артефакт. Сталкер 1 подсказал. Я такой думаю, о, пойду куплю. Купил Марьева. И получил ачивку. Но она как бы не нужна. Там опыт не дается. Но прикольно. Что-то подсели все на эти ачивки. Не знаю, я подсел. Если есть возможность, по-любому получаешь. 52 уже из 276. Е-мое. Ну, план я не смогу выполнить там командные. Ладно. Открываю хранилище. Давай скинем мясо. Клыпки и все вот это. Пока добежали, но собирали. О, магазин. 222, 222. Что это я за 222, 222 продал? 31.07. 10 дней назад это было. Даже не знаю, что я тут продал. Но что-то продалось. Так, ладно, давайте посылку создадим. Постый морек. Ему, конечно, это лучше. Шкуры. Будем на остров бандитов отправить. Чтобы он с ними не таскался. Но тут помимо шкур еще всего остального дофига. Поэтому надо будет дотащить. Пусть забирает. А, перегруз. Не перегруз. Не хватает. Ну и все остальное тоже ему, так как этому сталкеру ничего не нужно. Это тот крафтит, все собирает. Кстати, аптечки можно накидать. Ему нужнее. Все, Марио заберем. Ладно, прибежал сюда, чтобы голову сдать и моряку. Больше я этот квест брать не буду. Но если только в окрестностях где-нибудь бегаем. Ну, не знаю. Что нам дадут? Так. Поговорим о делах. Насчет твоих поручений. Вот голову рулит. Что дали-то хоть? 50 тысяч денег. 12 тысяч опыта. Не, в принципе, квест хороший. На то, что вот эта голова ты выбил где-нибудь далеко. И что, ты будешь с ней бегать? Ну, нет, конечно. Приходится отменять. А при отмене, вернее, даже если удалить эту голову, квест отменяется. Так, ладно, поговорим о делах. Спросить хочу. Мирные. Так, это не то. Какие-то заказы. Ну, опять. Голубь брать, паучьи лапы. Вдруг они тоже квестовые. Ничего, значит. Все, двинули. Нам надо, в общем, к бандитам вернуться. Так, на психу сбежим. А какие у меня еще точки не проверены? Так, стопэ. А, вот еще. Поиски странного сталки. Растон хедж. Это посылка хитреца. Когда будем в ту сторону выполнить. Чтобы сразу сдать квест. То есть, нам нужно забежать на психу. Потом забежать сюда. И поиски странного сталкера сюда. Или вот так. Нет, лучше с психи. Потом сюда. Потом сюда. Потом рывок сюда. Потом умрем и окажемся тут. А потом выполним здесь. И сразу сдадим по рации. Ну да. Можно так. Двинули на психу. Ну и кабаны. Не стоит про габанов забывать. Сейчас правда темнеет. Мне надо до темна сбегать. Успеть. По всем этим местам. И, конечно, уже заканчивать ходку. А то мы долго бегаем. Ну я попробую сейчас прям по-быстрому. Прошвырнуться. По дороге, конечно, будем. Кабанчиков фармить. Куда ж без этого. Но так. Без фанатизма. А то сейчас опять перегрузится. И мы тут зависнем. На всю ночь. Надо на караван топать. Тут ловить особо нечего. Кабаны, конечно, есть. Падает с них. Но надо проверять других мутантов. А там и трава. Там и ягоды. Там и артефакты. В общем, там раздолье. Да. Что-то раньше на караван особо не тянуло. А сейчас что-то прям потянуло. Приходим от австалкеров. На каждом углу бы им куча. Опять же, туда даст прокачки хорошо ходить. Вот если, допустим, охотиться. Ну или за артами. Ведунов там сейчас порезали. То есть, дельта, эпсилоны с них, насколько я понимаю, не падают уже. Гаммы тоже. Падают меньше. В разы меньше. Плюс я вот не так давно выбил с ведуна Марьева. Ух ты, блин. Что ты делаешь? Ну и нафига переться на каравана, убивать ведунов ради Марьева? Ну такое себе. Так что теперь там... Их и не фармит никто. Я в последний раз, когда там был, он там ведуна аж... У Лешачи был. Меня закошмарил. То есть, они разбрелись там по всей округе. Теперь туда и не подойдешь, наверное. Да, тут же это. Тут же верлиоки. Я и забыл. Раньше хоть их... Те, кто там фармит, отстреливали. И ведуны особо не разбредались. А сейчас там... О, где эти? Может быть, шкуру добым? Сбуру мы добыли. Нам еще с рыжего бы шкуру добыть. Ну да ладно. Печень. Печень. Жир. Жир, наверное, с этого. С полярного. Печень навряд ли мы добыли. Не доросли еще до этого уровня, чтобы печень добывать. Медведь все сожрал. Всех сожрал. Так, ладно, забежим сначала на укрепку. Посетим базу, чтобы она нам засчиталась. А потом можно попробовать залезть туда. О, а тут вообще респекты тусуют. Не поорерся. Или мы все равно будем проходить за скотчем? Я в этом был в подвале один раз, но там никого не было. Там же бляки появляются, насколько я знаю. Пармят их там пока, что ли? Так, а где это было место? А, это где-то. Где-то вот здесь. Сейчас меня там и пристрелят. Ну, никого тут нет, ничего тут нету. Бляка в караулю. Ладно, погнали. Не есть кто-то словить. Ну, что прикольно, когда он вылазит, он поднимается по лестнице. Ё-моё. Хоть где-то используя этот функционал, прикольно. Ну и вылазим наверху. Так, надо быть аккуратным. Чтобы опять какую-нибудь вражину не встретить. Придется от имарька тогда бежать. А я как бы не настроен туда-сюда мотаться. Но надо понимать, это зона. Враги бегают. Я недавно твинов своих перегонял с вокзала. Ну, у них у всех проход-то открыт. Но после глобального обновления они все оказались на вокзале. Ну, те самые, которые у меня колдовщиками раньше работали. Один у меня под клантегом. Ну, я хотел как-то базу купить, не получилось. В общем, клантег так и остался. И бегу-бегу, что-то как-то неожиданно. Смотрю, какой-то сталкер под красным клантегом. Думаю, ё-моё. Наемники, кажется, да? Да, наемники вроде. Или какой-то похожий. А я бегу там голый с тозиком. Хотел его пристрелить. Ну да, конечно. У меня и размотал по полной. Но зато у меня теперь есть три торговца. Нет, четыре даже. Которые стоят на гурмане. Им можно что-нибудь скидывать, и они будут торговать. Правда, пока особо нечем торговать. Но моргать. В ближайшее время. Чтобы чем-то торговать, надо сначала что-то добыть. А мы бегаем, пока еще ничего особо толком не добыли. Так, отлично. На психу заскочили. Теперь наша цель это не забежал сюда. Мы же мимо пробегали. Ну а тут по прямой как раз кабанчиков постреляем. Я думаю, мы успеем к ночи обернуться. Время у нас пять вечера. Темнеет. Но здесь у нас раньше темнеет. Все прекрасно понимают. А ночью можно уже тайный переход совершить. На Тунгу. Ну там идти-то два шага. И, кстати, да. Проще оказалось вот именно так Хабарь перетащить с Тунгуски. Вернее, с этой. С Везувия. Через проводника. То есть на Тунгу. Потом с Тунгуски я дошел до Макрухи. Там скинул все на кладовщика. И оттуда уже вот частями часть отнес на Гурман. Там еще 30 шкур кабанячих осталось. Мы их, наверное, даже сразу на и моряка потащим. А что вот так на кремке. Чем если бы я, допустим, с радиовышки тащил через болото. Потом до Гурмана тащил оттуда с перехода. Намного сложнее. Хотя кажется что-то там идти-то чуть-чуть. Но там и мутанты бегают. И аномалии всякие. Все-таки получается через Тунгу быстрее. Но это если у вас проводник открыт. Или вы с наемниками работали или у вас репутация. Чистилище есть. Я с наемниками работал. За 120 тысяч он вводит. Но если так посчитать шкуры по 15 тысяч у Гурмана. Вот там 15 с копейками. 30 шкур. 450 тысяч. Только на шкурах. Это если продать их просто Гурману. А можно же продать шкурнику. По деньгам также будет 450 тысяч. То есть переход уже окупился. Не считая других частей мутантов когда мы убивали этих кабанов добывали. А у шкурника мы еще получим очки торговли. Ну вот кстати кабан. Во! Вот это как понимать? То есть он не разделан. Я... Слушай, а это не тот кабан который мы видели в предыдущий раз когда бежали? Не знаю. А может быть и тот? Багованы? Ну может быть. Ага, вон они. Мы не можем мимо них пройти сами понимаете. Идите к папочке. Ну что, добудем ухо напоследок. Не так уж много все-таки мы ушей добыли. Я что-то думаю побольше будет. Но сердце добыли который потеряли. А у меня там ножик не затупился. 94. Блин, не знаю. Надо подточить, наверное. Пусто. Так. И осталось к бандитам сбегать. Ну да, на ту точку мы сбегаем. Туда-сюда просто. Налегке можно сбегать потом умереть там. А хотя по дороге там кабаны. Ладно. Сбегаем еще. Не страшно. Погнали. Так. Мокруху на базу. И в принципе все. Закупимся патронами. Хотя нет. Тут патроны не обязательно покупать. Мы их на Тунге купим. Ну да. Тогда просто двинем к Андеру. Сводки забрать. Я же забыл. Теперь сводки-то у Андера. Я за сводками. Бывает. А я смотрю Андерс-то я думаю. А, тот хлам я знаю. Да. Как-то был тут уже. Но он пустой. Не я только про него знаю. Присел. Ну присел. Вот. Сводки забрали. Совсем забываю про сводки. Надо к ученым зайти. В следующий раз. Все. Погнали уже к Мокрухе. Тогда на базу. И там уже переночуем. Ну и на этом наша ходка завершается. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в зоне. Может быть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.